Звенигород Территория вместе двух этих муниципальных образований и, в частности, парковых пространств, естественно. Да, очень интересный вопрос, потому что Звенигород и Одинцовский район всегда были вместе, но были разными муниципальными образованиями. Поэтому стиль и темпы развития рекреационных пространств развивались по-разному. То, что произошло при соединении Звенигорода, и он вошел территориально, это на самом деле люди, может быть, никак не почувствуют. Потому что эти границы, они невидимые. Но ощутят по стилю и подходу, который у нас был. Как вы знаете, уже прошли первые встречи с населением. В частности, обсуждался на сельском сходе стадион, который... Знаменитый стадион «Спартак», который находится в плачевном состоянии. Ну, по сути, это заброшенный спортивный объект. Конечно, там встречаются команды города, но не в том, наверное, объеме и масштабе, которому бы хотелось бы местным жителям. Все-таки используется эта площадка. Конечно, потенциал этого места недоценен. Это просто как пример, пусть даже из сферы спорта, но тем не менее, спорт на воздухе – это и есть часть рекреации. И просто я привел этот пример из-за того, что наш подход именно такой, что делая что-то для людей, нужно обязательно в диалоге с людьми принять решение, что же в итоге делать. Потому что это делается на длинный срок, это большие инвестиции. И хотелось бы проинвестировать эти средства таким образом, чтобы служило на века. А заведенигородцы вообще приняли такой формат работы? Вот публичных слушаний, потому что я так понимаю, что такой масштаб был для них в первый раз. Возможно, я не скажу, что это объективное мнение, но судя по лицам и судя по реакции, когда был велообъезд Андрея Рубича, они как минимум давно этого не имели. То есть такого близкого диалога, когда можно без купюр, как говорится, все обсудить, сказать лицо, что тебя волнует, услышать, задать вопрос в прямом диалоге. Да, видно, что людям это явно не хватало. И это один из принципиальных подходов, который будет для заведенигородцев, наверное, в новинку. Также Звенигород войдет как часть территории уже городского округа в один анклав, в один рекреационный кластер, так как мы его называем, сеть парков, который дополнит. Дело в том, что это действительно значимое очень место, историческое. К сожалению, может быть, центр города сегодня потерял некую привлекательность, но мы знаем, как это вернуть. Поэтому готовится один из интереснейших проектов по восстановлению привлекательности центральных улиц Звенигорода. Но в него будет в том числе интегрирована история и те люди, которые когда-то жили там. Как-то это будет тоже обыграно. Мы говорим о культуре, мы говорим о том, что Звенигород – это все-таки исторический город. Хочется высказать, наверное, как раз-таки мнение жителей Звенигородцев, которые и опасались, что Звенигород войдет в состав Одинцовского городского округа и потеряет свой облик, потеряет свою изюминку, свой характер, свой стиль. Вот все-таки сейчас, я так понимаю, как раз-таки это все будет сохраняться, но будет приводиться в какой-то общий знаменатель. Да, для того, чтобы что-то делать, нам нужно произвести очень много анализа и аналитики. О какой работе идет речь? Это, прежде всего, понимание тех социально-экономических процессов, антропологических процессов. То есть, то, что связано с людьми, с пребыванием людей в возрастной категории, скажем так, слои населения, которые там пребывают, именно по части досуга, по части работы. То есть, как работает, как дышит, как живет центр. То есть, для архитектора город – это живой организм, где основой являются люди, они заполняют, они создают ощущения. Не исключено, что мы не обойдемся где-то без каких-то мер, что-то придется от чего-то отказаться, где-то придется радикально как-то поступать. Есть идея изменить количество парковок для того, чтобы освободить и раскрыть какие-то красивые здания или те здания, которые имеют потенциал. Есть идея перехватывающих парковок, чтобы спешиться и пойти пешком. Таким образом, мы считаем, что город с меньшим количеством машин будет более привлекательным. Дать место зелени, дать место малым архитектурным формам, каким-то общественным пространствам, которые всепогодны. Вот в чем задача заключается. Но эти шаги нужно сделать постепенно, в том числе исследуя и проводя различные срезы как с предпринимателями, так и с покупателями, теми, кто проживает и теми, кто мимо проезжает. Потому что не секрет, что перед выходными, в конце, особенно перед выходными, город наполняется дачниками, которые приезжают, едут транзитом и закупаются или просто хотят провести время. Они просто посещают Савино-Старожевский монастырь или пытаются выехать, найти пляж на Москва-реке. Да, это резко бросается в глаза, что большая часть потока туристов, которые едут в монастырь, они, к сожалению, не задерживаются или мимо проезжают Звенигород. Считаю это большой потерей, потому что для культуры, для общественных мест и для потенциала Звенигорода это, скажем так, очень важная составляющая. Чтобы город зажил, чтобы им заинтересовались, туда нужно что-то добавить. И если туристы туда поедут, то заработают предприятия малого и среднего бизнеса. То есть за счет них поднимется, соответственно, уровень. То есть он станет более привлекательным? Конечно. Но здесь нужно работать параллельно, потому что надо выявить эти точки роста, чем Звенигород может привлечь туристов. Возможно, мы должны как-то более тесно общаться с монастырем, потому что их привлекательность, она помимо паломнической, еще имеет и, скажем так, уровень сервиса достаточно высокий. Там можно припарковаться, хотя на праздники, понятно, без ГИБДД это все не обходится. Но, тем не менее, логистика там более-менее правильно организована. Но там есть привлекательные, опять же, вот эти точки интереса. И если это будет все-таки частью города, то, я думаю, синергия будет только всем на пользу. Но мы сейчас коснулись Звенигорода. На самом деле, по самому округу очень много растущих таких очагов, которые в настоящий момент и в проектной стадии развиваются. Очень интересных точек. И, может быть, мы сейчас позднее коснемся, что проводится уже даже голосование за интерес жителей, к каким точкам рекреации. Ну, буквально вчера стартовало голосование на портале Добродел. Какие локации нашего округа попали в это голосование, Кирилл Александрович? Хотелось бы остановиться на каждой из точек. И хотелось бы призвать, вот самое главное, призвать жителей активно голосовать и активно проявлять свою позицию. И без этого все-таки не получится ничего. Но это тоже какой-то залог успеха. Да, надо просто пояснить, что сегодня, скажем так, выделение средств на благоустройство установлено таким образом, что нужно выявить интерес, его показать через голосование. Вот, есть разные способы, скажем так, получения голосов. Но вот то, что онлайн это делает через Добродел, нужно очень пройти простую анкетку, заполнить буквально минимум информации, показать, отдать свой голос, что тебе интересно. То есть там представлено несколько территорий, в зависимости от того, где вы проживаете, насколько близко. Вот, поставить свой, как говорится, лайк, свой голос за то, чтобы власти туда проинвестировали средства. Потому что у нас есть негативный пример, что лесная полоса между Платным шоссе и 4-5 микрорайоном в прошлом году выставлялась на голосование, чтобы там взял парковую зону. К сожалению, просто какое-то рекордное минимальное количество голосов было. То есть такое ощущение, что то ли люди не знали, то ли не интересовались, хотя все ходят в этот массив. Я вам хочу сказать, что год спустя жители пишут обращение в городское поселение Одинцова с целью рассмотреть возможность благоустройства этой территории. И хочется сразу задать обоснованный вопрос, где вы были ровно год назад? Почему вы не проявили активности, не проголосовали за ту самую зеленую зону? И сейчас, спустя год, там был бы прекрасный парк, потому что действительно этот массив, он очень интересный с точки зрения отдыха, с точки зрения рекреации. Давайте отметим, что благодаря частным инвестициям и благотворительности уже часть между корпусом, где ресторан хинкальный и веромет, уже он сделан. Все проезжая мимо любуются просто теперь этой зоной? Да, могло бы быть гораздо больше. Просто это в данном случае спасибо человеку, что сделали за свой счет этот кусок. Но мы готовы, скажем так, с поддержкой населения, которое отразится голосами. Голос ничего не стоит. Просто, возможно, здесь и, скажем так, со стороны властей нужно больше как-то информировать, где можно поголосовать, как можно это сделать, то есть оповестить жителей. Но через получение голосов мы сможем действительно доказать правительству Московской области, что это место нуждается действительно в благоустройстве. Даже проведя освещение, даже сделая какие-то элементы малофитектурных форм, там отсыпка дорожек уже улучшит состояние этого лесного массива. Поэтому это один из таких, к сожалению, примеров, где мы могли бы применить это все, но из-за того, что люди не знали, не проголосовали, мы не смогли это сделать. Возвращаясь к голосованию, если идти от МКАДа и вглубь к нашему району, то есть точка – это парки раздора, конечно, динамично развивающиеся, скоро будет открытие. Это наша гордость, очень много сил положено, и дальше развивается эта территория. Следующий парк – это Лазутинка. Лазутинка уже функционирует очень успешно. Одной из задач как раз – это как безопасно разделить все потоки, условно мы их делим на спорт и отдых, и культуру. Как нам дифференцировать возрастные категории, в том числе и детские – малыши, средний возраст, старший. Как организовать культуру, где все-таки разместить эти функции. Спустя пять лет эксплуатации и развития мы надеемся, что мы, наконец, это все сформируем в один документ, и это будет стратегический документ развития на несколько лет вперед, поэтапно реализовывая его. Получается, у этой территории большой потенциал? Да, несмотря на то, что территория определенная, имеет границы, территория имеет гигантский потенциал. Дело в том, что как парковая зона, она уже сформировалась, но в ней есть все равно потенциальные площадки, очень много сложившейся тропиночной сети, которые можно использовать. Мы, в частности, нашли решение, как можно обезопасить и разделить колесных, скажем так, посетителей от бесколесных, которые спокойно гуляют. Например, ясно, что на большой скорости удобно ехать по прямой, поэтому для пешеходов мы будем делать более извилистые дорожки и так далее. У нас есть потенциал в нахождении лучшего сервиса, то есть собирать лучшую команду, интересные анимации, интересные программы. У нас еще планируется создание дополнительных точек питания, которые удобны, вот как, например, возле детской площадки, то есть небольшие, но, скажем так, адресные, где-то вендорные машины, больше навесов, как от солнца, так и от дождя. Новый веревочный парк, совершенно уникальная горка для детей. То есть в этом, я считаю, потенциал, он достаточно безграничный. То есть для нас только, от нас точнее требуется воображение и понимание населения, что можно еще им улучшить. Большой проблемой всегда являлась парковка. Благодаря поддержке правительства Московской области удалось реализовать более емкую парковку, которая сейчас уже, в общем-то, начала действовать, ее видно. Вот, и здесь было, конечно, такое очень серьезное решение, как, в общем-то, не угробить парк, да, но в то же самое время предоставить всем желающим место запарковаться, потому что, понятно, большинство приезжает на автомобиле. Вот, это все равно не решает проблему с парковками, когда у нас какие-то события крупные, например, как манджурская гонка, да, вот, все равно полгорода в этой части, оно, в общем-то, заполнено автомобилями. Но это, скорее всего, пиковые нагрузки. В целом, я думаю, вот эта парковка, она гораздо облегчит, значит, размещение. Но сейчас грядет еще одна реконструкция, я так понимаю, въезда она коснется на сей раз, правильно? Да, очень важно. Те, кто заезжает на машинах, знают, когда паркуются вдоль леса, то на повороте, там припаркованная машина, они сужают до одной полосы. Соответственно, принято решение и выделены средства для того, чтобы отреконструировать и сделать этот проезд шире. Вот, будет гораздо удобнее. Это очень важное решение, оно на несколько лет, и мы думаем, что это сделает комфортнее, еще комфортнее пребывание. Просто жителям нужно немножко потерпеть, пока будет въезд основной закрыт в парк, да, и прислушаться к руководителям парка и оставлять машины где-то вне парковой зоны, в городе, например, на центральной площади, где-то на перекватывающих парковках. Да, все правильно. Надеюсь, что все отнесутся с пониманием, ну, по крайней мере, из соцсетей было видно, что большинство населения, в общем-то, поддержали и готовы потерпеть. Спасибо большое. Кирилл Александрович, недавно прошли общественные слушания, проходила презентация парковых зон. Какой отклик вы получили от жителей? Потому что, я так понимаю, что присутствовали практически все слои населения, а руководители парковых пространств презентовали свои владения. Да, мы еще с вами начали перечислять, да, и, в общем, не успели перечислить. Я тогда так тезисно. У нас есть парк сказок, это Захарова, у нас парк Великой Отечественной войны 812 года в Голицыно. Ну, это я напомню, это за те парки, которые ведется сейчас, голосование стартовало, да, с 15 июля, можно отдать свой голос на дальнейшее развитие этих зон. Да, 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 да. Да, это, по сути, донорская помощь для этих парков, чтобы они получили поддержку от правительства Московской области благодаря тому, что жители хотят видеть там благоустройство. И, конечно, парковые пространства в Звенигороде. Да, действительно, это событие очень важное, когда на одной площадке решили собрать такой блиц-диалог между директорами парков и слоями населения, которые представляли разные категории от детей до ветеранов и инвалидов. Мамы с детьми, предприниматели, спортсмены, просто отдыхающие. Очень важно было усадить всех на одной площадке за один стол, чтобы в этом диалоге услышать, что действительно нужно, как развивается с точки зрения каких-то пользователей. То есть, по-любому, взгляд со стороны, он был очень важен. И неоценимая информация была получена. Были установлены очень правильные контакты. В частности, мы познакомились с организацией, которая нам помогает найти решение для зоны рекреации для подростков, потому что сегодня подростки оказались, скажем так, забытыми и со стороны дизайнеров, и со стороны властей. В общем-то, нет единого решения, где им проводить время, кроме как подъезды или, в лучшем случае, где-то по домам они разбредаются, а им хочется все-таки где-то посидеть, пошуметь и провести активно свой досуг. А мы пока только до 12 лет можем предоставить какие-то детские площадки, либо спортивные. Но не все подростки любят воркаут и так далее. То есть, зашла речь, например, антикафе. Это, опять же, популярный молодежный формат, который мы хотим тоже в Денцово развивать, чтобы ребята могли просто даже не платя деньги, не покупая что-то, что, в принципе, сегодня коммерческие предприятия требуют. Если ты зашел куда-то в торговый центр или в кафе, ты должен что-то купить. А если ты не ходишь покупать, или у тебя нет денег, то ты в эти общественные пространства не можешь зайти, либо тебя рассматривают как какой-то нежелательный элемент. Поэтому и появился формат общественных пространств, которые когда-то мы имели в советское время, где люди могли находиться, не обязательно платя за это. И поэтому мы это должны развивать для молодежи в том числе. Формат уже опробанный, где-то в Москве они уже появляются. У нас где планируется? Мы, конечно, планируем там, где большинство населения проживает. Это вдоль Можайского шоссе есть потенциальные помещения муниципальные, которые мы в партнерстве с облаконитетными организациями будем развивать. То есть как раз для того, чтобы молодежь туда привлечь. Чтобы были места, чтобы с улиц, от наркотиков, от хулиганов, как-то уберечь своих детей, подростков, таким образом направляя их в какие-то такие русла, безопасные, самое главное, и чтобы они были под присмотром. Потому что если мы организуем что-то, то это управляем. А будете ли вы брать себе в помощники волонтерское движение, которое развито в нашем округе, молодежный парламент, общественную палату? Как-то их вы планируете тоже задействовать в этой работе, в плане именно привлечения той самой потенциальной аудитории в эти пространства? А как же, вот как я и говорил, что они-то были как раз и инициаторами. И почему очень важно было на этой площадке всем встретиться? Потому что вдруг то, о чем многие мечтали, а другие боялись сказать, а кто-то ломал голову, как с этим поступить. Мы все встретились и договорились, как действовать. Вот. Дальше весь вопрос во времени, чтобы это все реализовалось так, как мы наметили. Ну, примерно перспектива реализации планов. Смотря что, что касается благоустройства, то то, что находится в работе, это, наверное, быстро можно сделать. Что касательно каких-то объектов, то здесь вопрос согласования и самоустроительства этого, или там отделки помещений. Вот. Будущие парки, это, понятно, такие перспективы, там, года, полтора, два, наверное. Вот. Поэтому мы считаем, что в перспективе года-два уже появятся какие-то интересные объекты, о которых мы говорили на этой встрече, о которых можно будет, в том числе, и в вашем репортаже показать. А сейчас мы все ждем открытия парка в Раздорах, которое состоится когда, Кирилл Александрович? Официальное открытие 24-го. Вот. Интрига, как он будет называться и как он будет выглядеть. Сохраняется. Да, да, да. Приходите, обязательно будет сделан анонс. Это уникальный парк, где человек-гость, где дети играя, обучаются. Там для всех видов отдыха все предусмотрено. И спорты, и игры, и забавы, и интересный декинг над полуболочистой такой местностью. Вот. Поэтому там очень комфортные входные группы, очень приятная архитектура такая, деревянная, европейская. Вот. Там... Вы рассказываете прям с такой любовью, как о собственном ребенке, Кирилл Александрович. Ну, действительно. Долго-долго, вот, вообще создавался, вот, работали над этим проектом. Вложили, наверное, всю душу в него. Там большой коллектив работал. Вот. И вложили душу достаточно большое количество людей, специалистов. Вот. Ну, полтора-два года эта вся идея заняла с реализацией. Ну, будем ждать открытия. И, конечно же, я думаю, что жители по достоинству оценят стороне властей и будут с удовольствием посещать не только знаменитую Лазутинку, но и парк в Раздорах. Да, да. Я уверен, что это еще одна дополнительная замечательная точка на карте, геотек такой, да, который должен быть привлекательной точкой и местом для детей, их родителей. Спасибо, Кирилл Александрович, за интересную беседу. Мы призываем в завершении нашей программы наших жителей активно голосовать на портале Добродел за развитие тех или иных парковых зон Одинцовского городского округа. Да. А вы присоединяетесь, правильно? Правильно, правильно. Да. И от того, как вы проголосуете, за что вы проголосуете, зависит будущее вокруг ваших домов. Спасибо за беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. До свидания.